Российские миротворцы продолжают выполнять задачи сопровождения колонн больших грузов автомобилей по горным дорогам в отдаленные населенные пункты Мартунинского района Арцаха. Подразделения военной полиции проводят досмотр водителей и машин. Военные сопровождают колонны азербайджанцев со строительными материалами и продовольственными грузами по сложным извилистым серпантинами маршрутам через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также в направлении Шуши, Красный базар и обратно. Эти дороги на данный момент используются совместно с армянами. В зонах ответственности наблюдательных постов российские миротворцы также обеспечили передвижение азербайджанских колонн. Колонну, колонну пропускаем. Пропускаем колонну. Министерство обороны Российской Федерации подчеркивает, все действия российского миротворческого контингента выполняются соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для обеспечения же безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. С подробностями выполнение задач, поставленных перед российскими миротворцами, знакомит представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Владислав Демкин. Добрый день. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. За прошедший период существенных нарушений режима прекращения огня не отмечено. Отдельные инциденты урегулировались представителями российского миротворческого контингента на местах. С 16 июля обеспечено безопасное прохождение 18 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана, 12 колонн через Лачинский коридор в северном и южных направлениях и 6 колонн по маршруту Шуша, Красный Базар, Каджар и обратно. По заявкам азербайджанской стороны 19 июля российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение двух колонн вооруженных сил Азербайджанской республики по маршруту Мадагиз, Гетаван, Ван и одной в обратном направлении. 18 июля представителями российского миротворческого контингента сопровождено 115 паломников в монастырь Амарас. 20 июля российский миротворческий контингент и постоянно действующий комитет по вопросам социального обеспечения Нагорного Карабаха провели адресную гуманитарную акцию в общественной организации для глухонемых гордости Панакерт, в ходе которой передали нуждающим предметы первой необходимости и продовольственные наборы. 21 июля российские миротворцы совместно с Российской благотворительной организацией «Спеши к добру» оказали адресную гуманитарную помощь многодетным матерям, пациенткам родильного отделения больницы города Мардакер. В течение недели совершено 8 выездов рабочих групп в Центр гуманитарного реагирования для обеспечения безопасности, выполнения сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ в Мардакерском, Мартунинском и Шушинском районах. Российскими инженерно-саперными группами продолжается разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1903 здания, очищено более 657 километров дорог и свыше 2204 гектаров территории. Обнаружено и уничтожено 25723 взрывоопасных предметов. Мы находимся в районе наблюдательного поста номер 17, расположенного врезе населенного пункта Схавен, где проводятся занятия российских военнослужащих по недопущению прокрационных действий и обеспечению выполнения условий соглашения о прекращении огня. Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова